Еще лет 20-30 назад мы писали письма и поздравляли друг друга открытками. Сейчас эпистолярный жанр практически вытеснили интернет и мобильная связь. Но Виктор Никитин до сих пор, как в старые добрые времена, пишет от руки. Это способ общения мой. Хотя можно и по телефону поговорить, но это больше остается у них в памяти. И мне самому приятно. Я не хочу забыть свой великий русский язык. Поэтому тут и память орфографии, и пунктуации. Те, кто пишет письма, считают, что от таких посланий веет особым душевным теплом. Но, как отмечают на почте, с каждым годом писем становится все меньше. В день где-то писем 10. Открыток только перед праздниками люди поздравляют друг друга. И вот куда? В разные, и в Перми, и в Москву, и в Черныцкий район, и по Соликамску друг дружки пишут. Своих клиентов Ольга знает уже по почерку. У кого-то он мелкий, у кого-то крупный. В большинстве своем понятный. По словам учителей, почерк человека начинает формироваться в начальной школе. Именно в это время важно научить ребенка красиво и правильно писать. Заставляя ребенка писать красиво, мы забываем, что каллиграфия – это особый вид изобразительного искусства. Искусство красивого письма. Иметь такой каллиграфический почерк дано не каждому. Например, мой почерк далек от идеального. При большом желании свой почерк можно улучшить, считает педагог Светлана Утяшева. Мы поинтересовались, что для этого нужно. Видеть перед собой образец, каждый день тренироваться минут по 15-20, прописывать слова, буквы, предложения. Если это будет раз в неделю, то ничего не получится. Вот именно упорное тренировочное упражнение. Одни пишут, а другие почерк изучают. Игорь Попов – один из тех, кто занимается установлением подлинности документов. Бывают очень различные документы. То есть, когда сразу видно, что непосредственно человек написал данную, то есть записку, либо расписку. Бывает, когда специально, чтобы его не определили, он пишет левой рукой. То есть, мы это тоже доказываем, что непосредственно и левой рукой было выполнено, и им. Эксперты по почерку анализируют каждую букву, её размер, наклон, глубину. По почерку можно определить полчеловека, примерный возраст и даже профессию. Помогает почерк и в работе психолога. Потому как пишет человек, можно узнать об особенностях его характера. Вот если угловатые, например, буковки, скорее всего, этот человек всё-таки не очень уверен в себе и никогда дело не заканчивает, не доводит до конца. Люди, например, с сильной волей, волевые люди, пишут всегда сильно нажимая ручкой. Бледные буковки, слабые буквы, как правило, свойственны бесхарактерному человеку. А вот закруглённые буквы обычно используют люди хорошие, люди отзывчивые. Возможно, когда-нибудь мы все перейдём на электронные документы, а ученики – о тетради на планшеты. Но хочется верить, что писать от руки мы всё-таки не разучимся.